9 мая в Фурманове прошли праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Утром в 10 часов состоялось торжественное открытие Аллеи Героев, свидетельство неразрывной связи времен. На площади у монумента Славы увековечена память о восьми наших земляках, чьи подвиги стали достойными высоких званий. Каждый бюст отлит из бронзы и помещен на пьедестал. Сегодня мы вместе с вами открываем бюсты у монумента Славы. 8 героев нашей земли, Фурмановской, 6 героев Советского Союза и 2 полных кавалера Ордена Славы. Вечная память всем, кто остался на полях, вечные слова благодарности тех, кто ковал эту победу. С праздником! С Днем Победы! Сегодня мы можем с гордостью сказать о том, что передаем эстафету памяти подрастающему поколению и память о наших героях, память о ветеранах, память о наших дедах, отцах, прадедах. Она действительно будет в наших сердцах. Сегодня мы открыли бюсты героям Советского Союза, полным кавалеру Ордена Славы. Сравнительно недавно, к 70-летию Победы, узнал, что и в моей семье был герой Советского Союза. Это родной брат моей бабушки по отцовской линии, их давно уже нет, они ушли от нас. Это Демин Николай Тарасович. Поэтому мне вдвойне приятно участвовать в этом мероприятии. Напомним, старт патриотическому проекту был дан в 2020 году. Первым в октябре месяце установили бюст полного кавалера Ордена Славы Михаила Грашнева. Позже, в декабре, открыли еще три бюста. Героев Советского Союза Александра Белова и Николая Хлебникова и полного кавалера Ордена Славы Леонида Услугина. Автором всех композиций является известный фурмский художник Виталий Журавлев. Глава фурмского района Роман Соловьев и представитель молодежной администрации Карина Чистякова открыли бюст старшего лейтенанта Николая Колосова, героя Советского Союза, уроженца нашего города. Кстати, в честь Николая Васильевича названа улица в Фурманове, а в 2020 году городской школе номер 3 присвоено его имя, открыта мемориальная доска. Символично, что в этот день почетными гостями события стали близкие родственники героев, которые помогали в создании гипсовой основы для бюстов. Бюст сержанта Федора Сафронова, жители деревни Захарий на Фурмановском районе, открыли его сын Владимир Киселев и депутат Ивановской областной думы Михаил Кизеев. Всю войну Федор Петрович прослужил наводчиком тяжелой минометной бригады 13-й армии 1-го Украинского фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками младшему сержанту Сафронову Федору Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Похож ваш отец? Да, похож. Я очень доволен. Многие черты угадываются. Конечно, он ушел из жизни давно уже, в 67-м году. Мне было всего-то 12 лет. Еще бестолковые, но память свою помнит. А каким вы запомнили отца? Ну, мне помнится в основном его улыбка веселая и жизнерадостность. Хотя он был трижды раненый, трижды его ремонтировали и снова ушел в бой. Это же надо такими людьми уродиться, чтобы, несмотря ни на какие тяжелые раны, идти снова бить фашистов, находить в себе силы, бодрость и возможность даже сражаться и бить них до конца. Он дошел до самого Берлина. Бюст младшего лейтенанта Ивана Шишкина, героя Советского Союза, уроженца деревни Селиверстово Фурмского района, открыли его внук Павел Павлов и председатель Совета Фурмского района Галина Жаринова. Лейтенант Шишкин был убит в бою 15 ноября 43-го года. Он похоронен в Днепропетровске указом Президиума Верховного Совета СССР 20 декабря 43-го года. За успешное форсирование реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство, младшему лейтенанту Шишкину Ивану Николаевичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Ну что, они пошли в разведывательный бой, разведку боем. Танк подбило, механика водителя убило. Ну, они продолжали отстреливаться, потом ранило заряжающего. Танк задымился и, так сказать, Иван Николаевич приказал эвакуироваться из танка. Они вытащили, значит, раненого, вытащили убитого, оттащили в воронку их. И потом, как бы, он посмотрел на них на всех и сказал, что, вроде, ты дотащи их. Дотащи до своих, вроде, как бы, это самое. Нехорошо, чтобы они числились без вести пропавшими. А сам вернулся в танк и начал, это самое, отстреливаться. В лицах увековеченных в бронзе героев – памятник нашей великой военной истории, закаливший наш народ, которая преподала нам и будущим поколениям урок патриотизма, отваги и мужества. Ну, а что у меня в семье? Дед фронтовик в отцовской линии. Слава Богу. Живой пришел с фронта, был в обороне Ленинграда все четыре года, пока там длилась блокада. Судьба так сложилась, что я делал целую серию портретов ветеранов, когда они были живы. Где-то в течение лет десяти я занимался. И как раз к 40-летию Победы было очень много публикаций в нашей новой жизни. И я находил фурнусов, которые участвовали в параде Победы 45-го года. И даже один портрет сделал участника парада 41-го года в Москве. А в дальнейшем эта тема войны периодически всплывала в моем творчестве. Это и делал портрет деда, портрет отца, натюрморты, посвященные военной тематике. Вот, в принципе, все, что для меня война. А вот теперь, спустя, сколько там, 36 лет с открытия этого комплекса, это историческое место получило завершенный вид, законченный. Тождественная церемония возложения цветов и венков к обелиску павших воинов состоялась на кладбище в местечке Никольское. Напомним, в 2018 году ко Дню Победы здесь, на месте, где захоронены 104 советских воина, умерших в госпиталях города Фурманово, установлены памятные таблицы. На мемориальных досках выгравированы имена еще 46 человек, ранее неизвестных солдат.